Приветствую вас. Начать мне бы хотелось смотреть с того, чтобы, значит, сказать, что вот то, что вы называете новым видом отношений в вашей жизни, это, ну, немножечко неправильная трактовка того, что у вас происходит. Отношения у вас, они, в принципе, остались теми же самыми, что и были, то есть я хочу сказать, что отношения это по-прежнему между мужчиной и женщиной, и новыми ваши отношения как таковыми не являются. Да, сама по себе девочка ведет себя, ну, скажем так, немножечко нетипично. Сама по себе девочка, скажем так, ведет себя несколько не так, как вот обычно, скажем, могла бы вести себя женщина. Это может быть так и есть, но говорить о том, что ее поведение какое-то ненормальное, какое-то странное, какое-то новое, я бы не стал. Потому что все-таки, 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 это по-прежнему женщина, и эта женщина, она по-прежнему, как бы, ведет себя все же именно как женщина. Другое дело, что да, вы ее не понимаете, другое дело, что да, вы, может быть, не знаете, как себя вести. Это я понимаю. Об этом я вас очень хорошо понимаю. Ну, давайте мы с вами сперва разберем наш текст, а потом я дам вам те рекомендации, которые вы хотели бы получить. Значит так, друг, помогал провести время в новой компании, с которой, значит, я поднагонулся с девочкой. Что же вы пишите, мне 22, а девочка 19. Он предупреждал, что за ней никто не мог ухаживать, так как она сразу отшивала все. Ну, вот здесь, значит, сразу первое, на что стоит обратить внимание в вас, да, это то, почему девочка всех, как выразился ваш друг, всех отшивала. То есть, вот, что заставляло ее всех отшивать, да, почему она так себя вела. Говорить о том, что, например, допустим, она боялась парней. Ну, я думаю, нет, социофобии, замечено, за ней не было, значит, она не боялась. Отшивала она всех парней по причине небоязни людей, а отшивала она парней по другой причине. По причине того, что отношения для нее, это явно не то, что, не то, чем являются отношения для этих там их парней. Ну, возможно, они себя вели с ней как-то неправильно, возможно, там еще что-то было такое, вот, связанное с тем, что девочке не нравилось. Но в любом случае, тот факт, что она отшивала парней, говорит о том, что в некоторой степени девочка является идеалистом. Вот это то, что можно совершенно однозначно сказать, говоря о ее поведении. Идеальность, то есть она идеализирует по всей видимости отношения, она, видимо, сейчас пребывает в том состоянии, в том настроении, когда мечтает встретить, ну, некого такого, знаете, идеального мужчину, который, ну, удовлетворял бы ее забросы по полной программе, да, то есть который бы, ну, просто был бы для нее идеальным мужчиной. И как сказать, что этот этап идеализации, он, ну, может закончиться, может закончиться скоро, может закончиться лишь спустя несколько лет, может даже больше этот этап будет. То есть надо понимать, что девочка имеет достаточно четкий взгляд на то, какими должны быть ее отношения вообще. Вот у нее есть взгляд. Сейчас она отшивала парней. И этот взгляд для нее достаточно такой четкий ориентир, который она соблюдаст при, значит, выборе модели своего поведения. Ну вот, далее мы с вами наблюдаем следующую картину, значит, вот, вдруг вас предупредил, значит, ну, вот, вы не написали, да, вот, как вы с ней пообщались, общались вы с ней, ну, на какие темы вы общались с ней, да, то есть, каково было первое впечатление у вас от нее и так далее. Ну, хорошо. Она вас нашла, значит, на следующий день в социальной сети. Она, значит, сама изъявила желание с вами общаться. Вот, и, значит, вы начали с ней активно взаимодействовать. И далее, значит, что происходит? Что происходит далее? Очень, на мой взгляд, интересно получается развитие событий. Вы пишете, что вы общаться с ней стали, значит, предложили привезти ее до дому, значит, вы, собственно, ухаживали за ней, и все. Вот. Она вам призналась, что девственница, и что никогда ни с кем не встречалась. Не встречалась. Значит, ну, вот здесь, конечно, двоякая ситуация, потому что, ну, во-первых, во-первых, понимаете, анализировать поведение девушки здесь, значит, по сути дела, высказывать вам какие-то вещи, не всегда являющиеся чем-то приятным. Поэтому давайте сразу скажем так, что вот то, что она вам призналась, но призналась еще так быстро, то есть, ну, в принципе, в таких вещах, да, в таких вещах обычно не признаются вот так вот сходу, да, то есть, ну, вы вроде бы друг друга не так много, не так много вы друг друга знали, чтобы вам рассказывать об этом. Значит, либо вы для девушки являетесь кем-то совершенно исключительным, и тогда она вам как-то это должна показывать, что вы для нее какой-то особенный, либо она вам должна это как-то вот, ну, как-то выражать это вам, как-то, чтобы вы чувствовали, что вы для нее особенный. Либо она это говорит специально, чтобы вы к ней не приставали. То есть, она вам это говорит для того, чтобы вы вот понимали, что она вот такая непорочная, чистая, невинная, и что, в общем-то, чтобы вы не воспринимали ее как, ну, знаете, как вот, как обычную девочку, с которой можно, да, там, сразу вступать в отношениях, сразу заниматься сексом и прочее, прочее, прочее. То есть, вполне вероятно, что именно такую, именно такой вот вариант развития событий здесь имеет место быть. То есть, давайте еще раз, чтобы было более понятно. Девушка признается вам в довольно интимной своей подробности, что она девственница, что у нее никогда никого не было, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Вы поймите правильно, что это странно, на самом деле. Это странно. То есть, если девушка вам такое говорит, значит, либо она вам доверяет очень сильно, и тогда для этого должны быть основания. то есть, вы действительно как-то вот, ну, должны ей сильно нравиться, сильно нравиться ей. И она должна вас выделять среди других людей, среди других мужчин, и так далее. Да? Либо, если она общается с вами, в общем-то, да, так ли, особого выделения себя вы не замечаете, то, к сожалению, очень может быть, что девушка просто играет с вами. То есть, по сути дела, вот у нее это такая легенда, чтобы вы к ней не приставали и не принадлежали ее там к чему-то. То есть, чтобы держали свои желания, грубо говоря, при себе. Потому что, ну, в продвиненном случае, вы же понимаете, что вот у нас, имеете вы моральное право, да, и, в принципе, не только моральное право, вы имеете требовать от нее, там, взаимности, требовать от нее, там, например, единственных отношений, а если у нее, скажем, ну, если вы для нее не первые, вот, скажем так. В этот момент нужно понимать и не верить ей так, как вы. То есть, вы просто поверили, что она ни с кем не встречала и ни с кем не спала. Далее, мы постоянно переписывались. Вскоре я пригласил ее на свидание, где мы уже проводили время держаться за руки. Так проходила свидание за свиданием. Прошло полтора месяца, но максимум, максимум до чего дошло, это мы обнимаемся и держимся за руки. Я пытался ее поцеловать, она отвернулась, сказала, не надо. До этого у меня были серьезные отношения и не совсем серьезные, но таким сталкивалась в первый раз. Значит, она вам сказала, не надо. Значит, после того, как вы спустя полтора месяца попытались ее поцеловать. ну, что можно в этой ситуации вам сказать? Конечно, сама по себе именно ситуация, она недовольна неоднозначна. То есть, вопросов возникает очень много. Почему она сказала, не надо? Значит, много ли для нее поцеловаться в этот вот срок или для нее не очень много. Но вообще-то говоря, вы имеете здесь полное право у нее этот вопрос узнать. То есть, вы имеете полное право тратить у девушки мягко и независимого о том, почему не надо и, собственно, знаете, как вот, пробовать ее все-таки обнимать. Пробовать ее целовать. То есть, как бы, вот она обвернула и сказала не надо, да? Это может означать как то, что она не хочет действительно, чтобы вы ее обнимали и целовали. Это может означать и как то, что она хочет, чтобы вы ее завоевывали. То есть, вы снова и снова пробовали и, значит, пытались как бы ее себе починить. И да, другой вопрос, хотите ли вы так действовать, другой вопрос, что это всегда риск, это, безусловно, понятно, но нужно здесь достаточно четко понимать, что других-то вариантов у вас по сути этого дела и не будет. То есть, если она ведет себя так, то это значит, она оставляет осознанно или нет, она создает ситуацию двусмысленности по сути дел. И эта ситуация двусмысленности ей она, эта ситуация двусмысленности ей по сути дела зачем-то нужна. И она ее создает. т.е. чтобы с одной стороны она могла всегда вам сказать, что вы настойчивый и озабоченный мальчик, который хочет только секса, или чтобы сказала она, что вы просто-напросто ее не добивались и зачем ей с вами быть, понимаете, о чем идет речь. она сознательно создает ситуацию неопределенности, чтобы в случае наступления определенных последствий для себя иметь варианты отхода, варианты отступления. Так, 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 по крайней мере мне это представляет. Так, по крайней мере, мне видится. На самом деле, здесь можно интерпретировать ее поведение совершенно с двух противоположных сторон. Далее. Значит, так, как мне себя вести и нормально ли это? Вот смотрите. Значит, на самом деле ситуации, когда девушки ведут себя так, то есть с мужчинами, то есть вроде бы они с ними встречаются, но в то же время они держат их на дистанции достаточно много. И всегда возникает этот вопрос. Вопрос о том, как человеку всегда вестись, что человеку делать в этой ситуации. Значит, вам в этой ситуации можно и нужно делать следующее. Если вы чувствуете, что вы ничем себе не вредите, общаясь с девушкой, если вы чувствуете, что вы ничего не теряете, если вам нравится проводить с ней время, если вы можете быть девушке благодарной за то, что она только с вами проводит время, что она только с вами вместе, и что вы можете ее видеть, она вас поднимает, она как-то еще проявляет свои эмоции к вам. Если вы чувствуете для себя, что вам этого не то, чтобы мало, не то, чтобы вам этого достаточно, я хочу сказать, что если вы не чувствуете себя обсташающимся из-за этого, то если вы чувствуете, что в принципе вам пока этого достаточно, то в таком случае я порекомендовал вам на самом деле вести себя так же, как ведется себя сейчас, просто изредка пытаясь сблизиться с ней, изредка как бы стучась в ее личные границы, изредка давая ей понять, что вы все же все же вы хотели бы большего, потому что ну это совершенно нормально, нормально в данном случае хотеть большего, нормально в данном случае хотеть как-то сблизиться с девушкой. Если вы чувствуете, что именно по вашим личным ощущениям, если вы чувствуете, что вам тяжело, что вам плохо, если вы чувствуете, что вам некомфортно, если вы чувствуете, что вам неприятно, если вы чувствуете, что вас используют, то в этом случае будет лучше, если вы девушке скажете прямо, что как бы ты мне нравишься, я хочу быть с тобой, но я не понимаю, почему ты ведешь себя со мной так, почему ты не даешь себя поцеловать, и если я тебе нравлюсь, то объясни пожалуйста, чем твое поведение продиктовано, я хотя бы буду знать, и я хотя бы буду иметь понимание того, что происходит, а то у меня такое чувство, что ты просто держишь меня на расстоянии, знаете, если девочка вами дорожит, если она вас сама нашла в соцсети, она сама общается с вами и так далее, она вам дает мне этот сказать, если же она просто-напросто, ведь понимаете как, проблема заключается на самом деле, что проблема заключается в том, что когда ваш друг сказал, что значит, она всех мужчин отшивает, он как бы повесил на нее ярлык сразу в этот момент, и этот ярлык для девушки как раз означает, что у нее статус, статус, что она всех отшивает, и очень может быть, я не говорю, что это обязательно так, но очень может быть, что она просто-напросто вас использует для того, чтобы не находиться в статусе одинокой, такой вот всех отшивающей женщины, она не хочет быть белой вороной в том обществе, в котором она находится, и она выбрала вас как наиболее подходящего для себя кандидата, в том, чтобы вроде бы как находиться с вами в отношениях, но при этом и фактически не находиться в них. Понимаете? То есть в этой ситуации вам необходимо по сути дела себя обезопасить. Вам нужно именно себя обезопасить. Вам нужно именно сделать так, чтобы вас действительно не использовали, чтобы все-таки вы понимали, чего вам вообще-то говоря ждать, да? Чего вам ожидать от девушки. И именно поэтому вам нужно и собственно вырезать свою позицию, но только в том случае это вам действительно тяжело. Если вам знаете, если вы чувствуете себя опустошающимся от того, что вот так вот таким образом ситуация складывается и вы ничего не можете поделать. То есть действовать нужно вам именно таким вот образом. Действовать вам нужно именно таким вот с помощью такой модели поведения, скажем так. Вот. Значит, дальше. Что вы здесь пишете дальше? Нормально ли это? Нормально ли это для кого? Давайте сразу мы с вами попробуем ответить на этот вопрос. Нормально для кого? Для девушки такое поведение нормальное. Потому что это отмечается ее интересным. Потому что она либо достигает таким образом своих целей, либо она идет на поводу у своих страхов. Таким образом этого мы не знаем, но в любом случае для девушки такое поведение нормальное. Думает ли она в этот момент о вас? К сожалению, нет, не думает. Должна ли она думать о вас? Ну, опять же, не должна. То есть вы сами с ней сблизили, то есть сами предложили ее провести ее на дома. Да, другое дело, что было бы странно, если бы вы этого не сделали, и понятно, что вы не могли этого не сделать, но тем не менее, у девочки есть железный аргумент, что у вас никто не заставлял с ней быть в отношениях, а значит и как бы предъявить ей вы формально ничего не можете. Поэтому для вас, да, для вас это ненормально, потому что ранее вы такого человека не встречали и в такой ситуации не оказывали. Для вас это совершенно ненормально. Для нее это абсолютно и полностью нормальное поведение, отвечает ее интересам. По крайней спере, для нее это поведение удобно. В зависимости от того, чем это поведение продиктовано, значит, вы либо принимаете его, если это действительно какие-то сраки, если действительно нужно время, если там она действительно чего-то опасается и так далее, и так далее. Это нормальное поведение и, соответственно, ненормальное для вас, если она таким образом просто-напросто использует вас для достижения своих целей. Опять же, это вы можете проверить через ту модель поведения, которую я вам дал. То есть, я имею в виду здесь вот именно попросить ее, как бы, чтобы она вам сказала, чтобы она вам сказала, что ее движет. Понимаете, по старому месяцу это время достаточно большое и за это время с учетом того, что вы с ней, ну, вроде как, вы с ней проводите довольно много времени вместе, если я правильно вас понял, это более чем приемлемый срок для того, чтобы забрать такой вопрос. Тем более, что она говорит, не надо, но не объясняет ни причин, почему не надо, они и так далее. То есть, видно, просто спокойно постараться с ней поговорить, поговорить, но только после того, как, знаете, знаете, себе еще какое-то время, то есть, я имею в виду, например, еще месяц или пару недель, попробуйте к ней вот так вот тоже периодически проявлять такие вот знаки. внимания, попробуйте сближаться с ней пару недель, может быть, месяц, если вот она будет остаться времен только, вот тогда уже и соответственно можете задать ей этот вопрос и поговорить. Причем говорить не о ней, то есть не надо обвинять ее в том, что она там вот что-то делает не так. но в самом деле и люди и люди вообще и женщины в частности не любят, когда их обвиняют в чем-то и принуждают к чему-либо. Это объективно неприятно. Вот. То есть человек сразу начинает чувствовать себя каким-то таким подвергившимся нападению и начинает защищаться. Вот вам не нужно, чтобы девушка защищалась от вас. Вам нужно, чтобы она напротив понимала вас, чтобы она напротив чувствовала себя в безопасности с вами. и именно поэтому не стоит вам выбирать какой-то такой вот, знаете, такой обвинительный тон в своем разговоре. Если вы его начинаете, то лучше сказать будет примерно следующее, что дорогая, значит, имя любое, да, дорогая, вот как бы ты мне очень нравится, и я вижу, что вроде бы тебе не быть различен, но я не чувствую, что мы с тобой близки, я не чувствую, что мы с тобой как-то сближаемся, я все-таки хочу тебя целовать, я хочу тебя ласкать, ну и прочее, прочее, прочее. И как бы я испытываю к тебе влечение, как любой нормальный мужчина, и соответственно, у меня, как у любого нормального мужчины есть потребности и желания, вот, и ты мне скажи, ты можешь как бы это желание удовлетворить моей или нет? То есть, то есть, можешь ли ты это сделать? Могу ли я рассчитывать на это? на сближение, да, на то, что я могу тебя поцеловать, когда хочу, и вообще чувствуешь, что ты моя или нет? То есть, говорить нужно вам о том, чего вы хотите, и говорить нужно в демократической форме, то есть, если она не может, вы так скажите, что если ты не можешь, окей, я пойму, я хотя бы ждать не буду тогда, но тогда скажи, как-то видишь наше отношение, то есть, вы как бы даете ей возможность в этой ситуации, вы даете ей возможность высказать свое мнение, если она не скажет ничего четкого, значит, ей не нужно, ей это просто не нужно, ей по сути дела не важно, что вы ощущаете, что вы чувствуете и так далее, потому что обычно, когда люди беспокоятся о других, они как бы, ну, они всегда думают о других и думая о других, они хотят, ну, они как-то размышляют, они беспокоятся о них и, соответственно, хотят удовлетворить их, а если вашей девочке, например, будет все равно, что там с вами, то, соответственно, нужно подумать, что раз взглядывает ли свою жизнь с таким же человеком или нет. Вот. Это, значит, то, что касается, значит, нормально ли это. Сама она обнимает вас, впечатлим, можно идти по улице, она приземляется, ко мне не отпускает, у меня такое чувство что нам блядь по 14 боюсь каким-нибудь неудачным действиям все испортить. Ну, вы знаете, опросение ваше я понимаю на самом деле и понимаю ее, что она тоже может чего-то бояться. Поэтому думаю, что вы можете выждать еще некоторое время все-таки программисс это все не такой очень большой. Вот. Для некоторых людей, особенно если девочка воспитана в определенных традициях, таких вот классических традициях, и потом периодически пытаться с ней сблизиться, и потом просто-напросто пытаться с ней поговорить. Именно поговорить ничего не требует, как я уже сказал вам, ничего не требуя и не обвиняя ее в чем-либо. Дальше, значит, подчеркнувши общение у вас все в порядке. Вы говорили ей, что она вам нравится, на что она отвечала, что мне приятно, и все. Ну, вот здесь, конечно, тоже такой очень неприятный безусловно для вас момент. То есть, вы говорите человеку, да, что она вам нравится, а в ответ вы получаете только то, что мне приятно, и, естественно, это ощущение, ну, как бы, волей-неволей это ощущение, что она держит вас на расстоянии. Вот. Опять же, опять же, что она держит вас на расстоянии, это само по себе нормально. То есть, в этом нет ничего дурного. В том, что она держит вас на расстоянии, вы поймите этот момент правильно. Вот. она может делать то, что хочет. Это как бы ее правда на самом деле. Да? Но и вы тоже можете делать то, что вы считаете для себя важным и правильным. То есть, если вы, например, считаете, что она не должна в обязательном состоянии, или если вы считаете, что влюбленные люди так себя не ведут, это ваше опять же браво ваш выбор, и нужно донести до девушки чего вы вообще-то говоря хотите. И если вы до нее донесете вот то, чего вы хотите, и при этом посмотрите, как она на это отреагирует, и если она не отреагирует на это должным образом, то, значит, она не готова с вами в отношениях быть, и вы всегда будете у нее на позиции такого вот ожидающего, на позиции не ведущего, а ведомого. И по сути дела вы будете ждать, пока она не зайдет до того, чтобы наконец-то дать вам то, чего вы хотите. Понимаете? Вот. То есть гейтнер будет напросто продвигать свои интересы потихоньку, ненавязчиво, но говорить о том, чего вы хотите. И если девочка вам этого дать не может, то, соответственно, спокойно не отнестись, а надо сказать спасибо большое тебе за время проведенное со мной, я не хочу больше быть с тобой в отношениях, или я с тобой расстоюсь, потому что не чувствую себя в этих отношениях реализирующим. выжить себя. Вот. Я тебя не веню, но мне как бы не нравится то, что происходит. И я, соответственно, не прошу тебя от того, что ты мне дать не можешь, я просто хочу жить своей жизнью, как я хочу, а ты живи так, как ты хочешь, себя думать, ты будешь счастлив. Понимаете? То есть вот это вот основной момент, который вам точно для себя устроить, что у вас свои интересы и вы эти интересы продвигаете. Понимаете? Никому не будет хорошо, если вы будете, например, себя, там, я не знаю, истязать, мучить и через силу быть с этой девочкой, там, значит, во всем себя ограничивать и прочее, прочее, прочее. Ну, интересно, никому не будет от этого хорошо. Если вы, вот если вам комфортно пока, да, наставляйте с этим комфортно. Только подчеркивайте, что вам некомфортно, дискомфортно, тут же вы из этих отношений выходите. Поймите, это ваше право так делать. И я думаю, что вот если вы действуете в отношениях себе во вред, то без лишних прикрас я могу сделать вывод, что вы становитесь зависимым от отношений, от девушки. И это абсолютно ничего хорошего вам не несет и не дает. Вот. Я думаю, что так вам и нужно себя вести. Далее, вы пишите из-за ваших советов и вашего взгляда на ситуацию. Ну, в принципе, взгляд на ситуацию я вам описал. Как мне кажется, довольно подробно попался все моменты наставлений. Ну, наставления, значит, я не думаю, что имеет смысл давать вам наставления, все-таки психологи это не те люди, которые дают наставления. Наставления дают это учителя, наставники. Я не думаю, что мы можем быть вашими наставниками. По крайней мере, я просто нет. Далее. Что категорически нельзя делать и что было бы полезно добавить в мои ухаживания за ними? Так. Ну, вот этот вопрос действительно хороший. Вы молодец, что его задали. хотя бы лучше чтобы мы сами к этому шли, а не искали бы ответов у психологов, потому что поведение, поведение, каким бы оно ни было, оно все-таки, знаете, должно быть естественным, оно должно быть нормальным, оно не должно быть каким-то искусственным, да? Вот. Но, тем не менее, я вас понимаю, я вас хорошо достаточно понимаю, поэтому я вам отвечу на это вопрос. Значит, смотрите, чего делать категорически нельзя? Категорически нельзя на девочку давить. Категорически нельзя делать то, что ей не нравится. Сейчас категорически, если вот я имею ввиду без слов, без разговоров, категорически нельзя флиртовать и общаться с другими девочками, даже если вам хочется привычного женского внимания и так далее и тому подобное. Значит, категорически нельзя делать то, что ей не нравится, то есть, ну вот, если, допустим, вы знаете, что ей не нравятся какие-то вещи связанные с вами, да, например, одеваться, как вы одеваетесь, что вы едите, что делаете и прочее, прочее, прочее. Этого ничего делать категорически нельзя. нельзя. Если вы видите и чувствуете, например, что девушке нравится, когда, допустим, мужчина решительный и принимает сам какие-то решения, делает выбор, соответственно, категорически нельзя при девушке проявлять другую модель поведения. То есть, с ней вам нужно быть именно тем, каким она хочет вас видеть. Далее, значит, что добавить в свои ухаживания к ней? Ну, во-первых, именно в ухаживании, если мы говорим про ухаживание, да, то первое, что вам нужно сделать, это первое, определить личные границы девочки, говорить именно о том, что вам нужно добавить в ваши имена. То есть, что это значит, что такое личные границы? Вот вы говорите, вы пытались ее поцеловать и ничего из этого у вас не получилось, да, то есть, она вам там казалась, что не надо меня обсловала. Значит, соответственно, а что можно вам делать? Вот такой вопрос, да, и что можно вам делать? Что она позволяет вам делать? Даже она позволяет ли вам себя обнимать, когда вы хотите? Поглаживает ли она вам, например, поглаживать ее по плечу? И так далее. То есть, вам нужно, если мы исходим из того, что она действительно стесняется и боится, что она действительно нет, и так далее, и так далее, то нам нужно с вами исходить именно из того, что она просто-напросто боится вхождения в свою личную пространство. И тогда вам нужно постоянно и постепенно помогать ей привыкать к тому, что вы находитесь совершенно безболезненно для нее в ее личном пространстве. И для этого нужно, чтобы вы определили те личные границы, которые вы можете нарушать. Ну, трогаете ее, грубо говоря, на плечо, поглаживаете по плечу, потом, например, двигаетесь выше, выше до шеи, и она вам уже говорит, нет, не надо, руку вас обрабатывает. Ага, значит, ближе можно, а ближе к шее нельзя. Значит, вы именно это и делаете. И вот периодически просто пытаетесь все-таки настраиваться до ее шеи. Смотрите, как она реагирует. Понимаете, если личные границы человека будут четкими, то есть вот, вы знаете, как стена пробу определенную, то это уже что-то серьезное, это что-то серьезное, и вне зависимости от того, либо она боится, либо она использует вас, либо кто-то еще, это серьезное, и вас самостоятельно эту проблему не решит. То есть, если она что-то боится, то ей поможет работать с психологами, если она вас использует, то, соответственно, такая вот ситуация. То есть, четкие личные границы в определенный момент, это уже проблема, и, скорее всего, это стена, которую вам с ней не преодолеть. Значит, далее, что добавить в ухаживание к ней? Опять же, исходите из ее предпочтений, что ей нравится, непосредственно из того, что делает мужчина, что ей нравится, например, нравится, когда мужчина берет на себя какие-то обязанности, нравится ли ей, когда мужчина делает еще какие-то вещи, например, сюрпризы, маленькие, маленькие, или что-то еще. То есть, вы смотрите, что ей интересно, и стараетесь ее интерес как бы реализовывать, стараетесь сделать то, что ей нравится. Чем больше таких моментов, тем лучше. Далее, обычно девушки вот такого типа, как вы описали, очень ценят в мужчинах заботу. и соответственно вам нужно проявлять эту самую заботу по отношению к ней. Забота, то есть, я имею ввиду, там, ну, вот, когда нужно, да, там, прикрыть, накрыть, там, если там что-то понадобится, то принести, там, купить, если это, конечно, по, ну, разумно, по цене и так далее. Вот. То есть, просто проявляют заботу и знаки внимания. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, понимаете, конечно, этого не много, этого довольно мало, но, и вы поймите, что информации и о себе, информации, и о девушке, вы почти никакой не дали, кроме, вот, самый, самый такой характерный, но и она, информация, особо не позволяет говорить о том, что может девушке нравиться, и что можно добавить в вашу ухаживание книги, потому что все это решается в индивидуальном порядке, опять же, именно потому, что любое, любая, любая линия поведения на обобщение, любое, вот, любое направление на обобщение, оно ведет к механизированию процесса, а значит, только вам будет вредить. Я думаю, что на этом можно мой ответ закончить, я постарался вам максимально подробно все описать, вот, я надеюсь, что мы открыли вам полезен, надеюсь, что вы потерпнете из него что-то новое для себя, что-то полезное, возьмете на вооружение, и я желаю вам, знаете, не столько успехов, успехов, успехов с этой девушкой, сколько я желаю вам определенности в этой ситуации, я желаю, чтобы как-то быстрее наступила определенность. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если вы решите дополнить свой вопрос какой-нибудь новой информацией, то пожалуйста, пожалуйста, дайте мне знать о том, что вы это сделали, дабы я прочитал дополнение и вам на него ответил. Всего вам доброго и удачи!